Добрый вечер, 21.04 в Москве. Это программа «Археология» в студии Сергей Медведев и, как всегда, по понедельникам соведущий Максим Трудолюбов. Добрый вечер. Мы сейчас снова вместе вдвоем в этой студии провели один эфир. Я без Максима, второй эфир. Максим без меня, но теперь мы снова счастливо воссоединились. Знаковая отставка прошедшей недели. Главный архитектор Москвы Александр Кузьмин. И, казалось бы, такая вещь должна интересовать профессиональное сообщество, но, как выясняется, гораздо более широкие круги по воде пошли от этой отставки. Потому что вместе с ним закрывается целая эпоха. Только подумайте, 1996-2012 год. Это целая эпоха в градостроительной истории Москвы. Тот сладостный московский стиль, который назвали правильно или неправильно лужковской архитектурой. Так что мы решили посмотреть, был ли такой стиль, как лужковская архитектура. В чем его основные черты и что дальше, да, Максим? Ну да. Я думаю, мы посмотрим в прошлое, посмотрим в будущее. С помощью нашего гостя Никиты Токарева, архитектора, преподавателя, который недавно возглавил московскую архитектурную школу «Марш». Новое учебное заведение. Но главное, что мы пытаемся бросить просвещенный взгляд назад и вперед, я надеюсь. — Ну да. Добрый вечер. — Добрый вечер, Никита. Спасибо большое за приглашение. — Рады вас видеть в эфир. — Ну, знаете, сначала, может быть, пару слов об этой отставке, потому что, казалось бы, с одной стороны, столько нареканий в адрес того, что произошло с Москвой, с архитектурным оближком Москвы, с охранностью исторического наследия в течение последних двух десятилетий. С другой стороны, вот сейчас все профессиональное сообщество в один голос хвалит Кузьмина. Вот ушел, какой был человек, как замечательно он, так сказать, лавировал между властью, заказчиками и рынком. — Ну, вы абсолютно правы в том, что это, как бы, знаковое событие, поскольку Александр Викторович Кузьмин оставался, ну, едва ли не последним членом команды предыдущего мэра. — Вот. И сохранял свой пост гораздо дольше своих коллег по, значит, по администрации Москвы. — Вот. И понятно было, что его, ну, как бы, уход неизбежен, но он оказался отложенным на довольно долгий срок. Отчасти, мне кажется, от того, что и нелегко найти замену. — Ну, и, может быть, потому, что не до конца понятен, как бы, вектор градостроительной политики в Москве до сего дня, да. То есть, мне кажется, главный вопрос, который меня, например, в наибольшей степени интересует, а что дальше? Да, потому что та фигура, которая появится на этой должности, обозначит направление мысли, да, и, значит, намерения, да, московского начальства в отношении города. — Об этом мы еще поговорим. А Кузьмин был такой фигурой? Он обозначал развитие градостроительной политики? Или он просто, как бы, административно оформлял то, что было замысленно в голове Юрия Михайловича? — Ну, несомненно, как бы, стиль руководства, да, в московской администрации известен, и свобода маневра, наверное, для главного архитектора города была не очень велика, и, скорее всего, основные решения принимались в администрации. — Вот. Но при этом, ну, как бы, я считаю, что и позитивные моменты были в руководстве московской архитектуры. Не секрет, что Кузьмин поддерживал, насколько это было в его силах, и хороших, талантливых архитекторов как-то их где-то опекал. Вот. Но, несомненно, всё-таки эта эпоха, наверное, останется таким, как бы, промежутком времени, где градостроительная политика, прежде всего, была, ну, как бы, упущена, да, или находилась в тени чисто архитектурных вопросов. — Ну, как бы, вот. — Ну, или девелоперских, может быть. — Ну, да, девелоперских. — Или даже вот экономических. — И экономических в том числе. Ну, так скорее, я бы сказал, что вопросы отдельного здания, отдельного сооружения, да, его экономика, значит, его внешний облик, они заслоняли вопросы города в целом. То есть город воспринимался, скорее, как набор зданий лучших, худших, дорогих, дешёвых всяких, вот, а не как целостная система, да, не как процессы, не как среда. — То есть за деревьями не видим леса. — Да, да, и это, на мой взгляд, особенность эпохи, и именно поэтому такое внимание, вот, там, там, Лужковский стиль или не Лужковский, много башенок, мало башенок, значит, с золотом, без золота. — Вот, и я думаю, что, извините, что я всё время как-то сбиваюсь на будущее с прошлого, я думаю, что в ближайшие годы, в ближайшие годы внимание должно неизбежно сместиться с отдельных зданий к градостроительным проблемам. — Ну, это как бы хорошо было бы, да, но это вообще не поздно. Вот, на непросвещенный взгляд, просто, как бы, гражданина города, да, жителей, по-моему, столько упущено, вот, именно в смысле развития движения, связей между частями города, ну, естественно, транспорта, как общественного транспорта. — Общественных пространств, вообще смысла города, как удобного места для жительства, вплоть до, там, всяких деталей, типа, навигации для того, чтобы понять, где какая улица, где какая площадь. — Вот эти все вещи, что из этого можно наверстать реально? То есть, вот, ну, как бы, на мой взгляд, Москва за эти, ну, 15 лет, скажем, когда деньги пошли в девелопмент, — Москва превратилась, ну, в страшно неудобный, безумный город, в котором лучше быть машиной, чем человеком. — К сожалению, да, к сожалению, ты прав, абсолютно. Я, ну, я бы не сказал, что, как бы, поздно начинать, никогда не поздно начинать, и, ну, конечно, какие-то вещи уже невосполнимы, невосполнимы утраты в историческом облике города, потому что те здания, которые снесены, они уже снесены и заменены совершенно другими зданиями. Вот, и те, значит, места, которые могли бы, да, которые были зарезервированы когда-то для развития транспорта, застроены безвозвратно. Вот, но это не значит, что ничего нельзя сделать и не нужно, и не нужно делать. Вот, хотя, конечно, сделать Москву удобным городом сейчас на порядок труднее, чем 15 лет назад. Ну, вот такая программа, новые отношения к городу по типу того, что случилось, допустим, с Копенгагеном, там, лет 40 назад, когда было решено, что нужно целенаправленно, систематически работать с дорожным движением, создавать возможности для пешеходов, для велосипедистов делать город по-другому, ну, по-настоящему доступным для человека. Понятно, что на таком уровне вряд ли можно говорить, это, ну, наверное, никогда будет невозможно, да. Но программа о человеческом городе, она, в принципе, возможна, если представить себе, что в городе будут работать все-таки профессионалы в сфере архитектуры и развития, урбанистического, городского развития. Ну, мне хотелось бы в это верить, как, думаю, и каждому, и каждому из тех, кто живет в Москве. То есть, что для этого необходимо, да, совершенно верно говоришь о том, что необходимы профессионалы, специалисты. И здесь, видимо, мы не сможем обойтись без международных экспертов, поскольку городостроительство в целом как дисциплина, как профессия, ну, почти-почти утрачено в России, к сожалению. Вот, в силу известных причин. Вот, но главное, что необходимо, это все же политическая воля, да, и участие жителей. Вот, и пока с каждым из этих компонентов не все, не все в порядке. Довольно слабо. Да, мягко говоря. Но, как мне кажется, все же понимание того, что с городом что-то надо делать, в администрации появилось. Вот, другой вопрос, как это понимание будет реализовано. Знаете, вот Максим, Максим упомянул Копенгаген, я упомяну Барселону здесь. Вот, к вопросу об иностранных специалистах. Я довольно много общался с таким известным градостроителем, именно градостроителем, директором Барселонского института архитектуры Хосе Асибильо. Вот, и он, помню, он приводил цифру, когда они планировали расширение Барселоны, вот это вот Олимпийское, где Олимпийский порт, туда вот к морю. Если я не ошибаюсь, он сказал, что, как распределялся бюджет, 85% шло на инфраструктуру, 15% на строительство зданий. То есть, собственно, строительство зданий — это 15% всего, так сказать, градостроительного замысла. Мне кажется, что в Москве последние 20 лет эта пропорция была не то, что обратная, ну, как, наверное, 95%, наверное, 98% на здания и 2% на инфраструктуру. Абсолютно верно. И фактически, ну, наверное, не ошибусь, если скажу, что в эти 15 или 20 лет Москва развивалась на том запасе прочности, который был заложен когда-то в социалистическом городе. И тем генпланом 36-го, да, кажется, года? Ну, 35-го. 35-го, да. Ну, был все-таки генплан потом еще, значит, последний советский генплан, это было начало 70-х. 74-го, по-моему, да. 74-го года. Вот. И этот запас прочности на сегодняшний день исчерпан. И в плане территориальных ресурсов, и в плане инфраструктурных, да, пропускной способности дорог. Вот. И, значит, если, да, каких-то решительных шагов в градостроительстве не будет сделано, вот, то это просто угрожает даже не комфорту или, там, месту Москвы в разных международных рейтингах, а просто физическому функционированию города. Вот. И здесь еще есть один момент, который я бы хотел обсудить. Мне кажется, у нас есть сильный культурный стереотип сравнения Москвы с европейскими столицами. Конечно, нам хочется сравнивать Москву с Копенгагеном, Барселоной, Лондоном и Парижем, поскольку мы, как бы, культурно, да, цивилизационно, да, принадлежим к европейской цивилизации. А нас с Найроби надо. Совершенно верно, но действительно так, по очень многим параметрам Москва гораздо ближе к мегаполисам развивающихся стран, ну, к Стамбулу, Каиру, не знаю, там, Мехико, чем к европейским столицам. В этом нет ничего там оскорбительного или обидного. Вот. Я не знаю, не уверен, что какие-то исследования есть на эту тему. Вот. Если бы мы сравнивали себя, ставили себя бы в этот ряд, то, во-первых, мы бы увидели, что не так ужасно мы живем. Наверное, хуже, чем в Париже, но, вероятно, лучше, чем в Бомбее, Мумбае или в Мехико. Вот. И, может быть, больше бы увидели путей движения вперед. Ну, может, хоть с Токио. Ну, в плане того, что это вот эта подкольцевая радиальная система у нас. Максим, а тебе комфортно в таком вот сравнении? Потому что я не знаю, думаю, ну, вот, насколько там велик процент исторического наследия, культурного наследия в этих развивающихся мегаполисах. Ну, вот в Шанхае взять. Ну, что в Шанхае? В Шанхае вот этот маленький кластер под названием Бунт есть. Этот Бунт они сохранили на берегу реки. Все остальное — это, так сказать, коробки, коробки, коробки бетонные, развязки и так далее. Нет, конечно, мне некомфортно как такому совершенно стереотипному московскому интеллигенту, который там... Ну, я здесь еще и родился, и, естественно, мне хочется, вот, Никит, все равно сравнивать город... Ну, не с Парижем себя поверяю. Ну, не с Парижем, нет, уже как бы, да, понятно, что уже это невозможно, и, как бы, отношение к Москве, я думаю, у большинства наших, ну, как бы, вот, у большинства коллег и людей, с которыми мы невольно сталкиваемся постоянно, это такое, что, как бы, уже махнули рукой во многом. То есть, Москва — это какое-то неизбежное зло, выходишь, значит, нужно с боем прорываться к следуя из пункта А в пункт Б, и лучше не выходить, лучше, как бы, так минимизировать вообще общение с миром и так далее. То есть, эти вещи уже, как бы, даже усталость есть какая-то от обсуждения их. Ну, кстати, да, ужасную вещь сейчас, действительно, ты произносишь, но вот в одной из программ пару лет назад мы делали под День города в начале сентября, и с этим как раз столкнулись. То есть, то, что вот это чувство любви к Москве, Москва как место для любви, как место не просто для зарабатывания денег, для проживания, как транзит на пути из Нового Уренгоя в Лондон, вот, а Москва как некий локус, где люди воспроизводят жизнью культуру. Оно исчезло, да, вот это вот оно исчезло где-то непонятно, то ли в 60-х годах она осталась в фильме «Я шагаю по Москве» или где-то еще. — Совершенно верно, да, ну, во-первых, я бы сказал, что, в принципе, мегаполис — это не совсем подходящее место для любви, вот, и, кроме того, Москва, ну, действительно, она, как бы, интересно еще посмотреть на Москву не изнутри, а извне, да, то есть, ну, как бы, из России на Москву, а не из Москвы на Россию. И увидеть, что Москва по сравнению с остальной, как бы, с остальной страной, да, это две разные планеты, и Москва существует скорее в ряду мировых мегаполисов, чем как часть России, да, потому что здесь, там, примерно 15% населения живет, да, значит, здесь 20% рабочих мест. Ну, я условно и говорю цифры, могу ошибиться, но это порядок цифр такой. И больше половины инвестиций, которые вообще идут в целом в Россию, значит, из них, там, 50 с лишним процентов падает в Москву. Вот, поэтому уж какая тут, уж какая тут любовь, вот, но, тем не менее, тем не менее, сделать город приемлемым для жизни, я думаю, я думаю, посильно, вот, иначе, в конце концов, и конкуренция с другими мировыми столицами будет неизбежно проигрываться. И я думаю, что это не могут не понимать, значит, руководители. Ну, что ж, о том, можем ли мы Москву любить, можем ли быть Москва, может ли быть Москва городом пригодным для любви, поговорим после небольшой паузы. Добрый вечер, снова мы, программа «Археология», как всегда по понедельникам, Максим Трудолюбов и я, Сергей Медведев, обсуждаем наиболее знаковые события с точки зрения газеты «Ведомости» с участием обозревателей и авторов газеты «Ведомости». И сегодня для нас это отставка главного архитектора Москвы Александра Кузьмина и всего того, что обсуждаем мы все то, что с его именем связано, а именно Лужковская архитектура 1996-2012, целая эпоха. Здесь хотели бы мы объявить наш студийный телефон 6510-99,6 и услышать ваше мнение. Нравится ли вам Лужковская архитектура? Нравится ли вам то, что произошло с архитектурным обликом Москвы в последние 15 лет? 6510-99,6. Ну, а мы давайте продолжим наше обсуждение. А, собственно, был ли мальчик, да? А была ли такая вещь, как Лужковская архитектура? Есть ли такой феномен, как Лужковский стиль? Ну, на мой взгляд, несомненно, есть. Скорее, ну, как бы основная черта это, ну, такая, я бы сказал, эклектика, да? То есть смешение всего, чего только возможно в самых невообразимых пропорциях. Вот, и ориентация на, все же, я бы сказал, на массовый вкус. Здесь Лужков был непревзойденным мастером, как бы ощущая вот то, что должно понравиться публике. Вот, имея в виду, ну, как бы самые широкие слои населения, то есть, во-первых, богато, да, значит, про историю, да, мы как бы все время имеем в виду какое-то прекрасное прошлое, его стараемся воспроизвести по мере наших сил. Вот, ну, и не забывая, да, не забывая коммерческих интересов, которые на самом деле за всем этим стоят. То есть это такая потребительская, потребительская такая архитектура. Слушай, а вот есть понимание, откуда, все-таки, вот если говорить именно об облике зданий этого времени, второй половины девяностых, двухтысячных, я такого нигде не видел, кроме как в бывшем СССР. Вот облик. Очень часто кажется, что не настоящая, очень часто кажется, что форма какая-то искусственная. Там бывают какие-то металлические вставки, там будут очень странные декоративные элементы, как бы прилепленные сверху. Ну, вот, не знаю, вот на Новослободской дом, банковский, какого-то банка прямо напротив Менделеевской, тот же Триумф Палас, этот Дон Строевский. Ну, их множество, как примеры, да. Вот откуда это получилось? Что это такое? Можно объяснить, что это за такая вещь? Ну, я думаю, что, как бы, за объяснением, все-таки, в большей степени... Еще в Киеве такие есть. Может быть, надо обращаться к таким специалистам по социальной психологии, но, как бы, изнутри профессии я могу сказать, что... Этого не было, например, вот в образцах, да, среди образцов того, чего, когда учат архитекторов, всегда же все эти журналы, это архитекторы всегда видят то, что строится в других городах. Я просто не понимаю, где тот образец... Может, это вот тот народный вкус, о котором говорит наш гость, напомню, что это Никита Токарев, директор Московской архитектурной школы. Ну, да, отчасти, и... Ну, как сказать, все же, как бы, в советский период, да, наша архитектура была, ну, может быть, там, с начала или середины 70-х годов отрезана, вот, как бы, от архитектуры мировой. Вот, поэтому, действительно, образцов как таковых не было, да, и, ну, как бы, последнее, так сказать, последнее идейное такое влияние, которое советские архитекторы успели получить, это был, ну, то, что называется постмодернизм, да, то есть архитектура конца 70-х, там, 80-х годов. Ну, такая вот, скажем, игровая, да, очень ироническая, как провозглашали ее авторы. Вот, играющая с историческими деталями, историческими стилями, но если в Европе и в Соединенных Штатах, откуда, собственно, она берет свое начало, это был довольно краткий период, вот, который в конце 80-х уже в общем, в общем, завершился. Вот, то для наших архитекторов, да, которые учились, да, в конце 70-х, в начале 80-х, а потом стали строить в 90-х, значит, это был для многих последним писком. Писком, да, последним писком, вот, который они постарались воспроизвести по мере сил. И удивительным образом именно эта архитектура, мне кажется, совпала с чаяниями и надеждами, представлениями о прекрасном и заказчика, и потребителя. То есть постмодерн совпал, ну, такое, да, постмодерн, как некое оправдание плохого вкуса потребительского, да. Плюс еще, да, что бросается в глаза, это вот многочисленные попытки воспроизводить сталинский большой стиль. Ну, это да, это мы еще, давайте, поговорим, псевдоисторизм, это, мне кажется, очень интересная тема. А пока давайте напомним наш телефон, студийный, 651099,6. Нравится ли вам лужковская архитектура? Юрий Борисович, у нас на линии. Добрый вечер. Добрый вечер. Здоровья, удачи. Значит, она оставляет совершенно омерзительное впечатление. На мой взгляд, я считаю, что лужков из урода у Москвы. Вы тут ссылались на Барселону, Барселона, там, чего стоят одни творения Гауди, у нас не было, и нет такого архитектора. И поэтому, что тут говорить о Барселонах, что тут говорить о Парижах, это форменное безобразие. То есть, если тут ссылки идут на народный вкус, нельзя никогда подстраиваться под, в основном, на 95% серую массу. Понятно. Если бы так происходило в нашей истории, мы бы не имели ни дома в Пашковых, и мы бы, ну, я не знаю, что бы мы имели. Потому что все-таки ориентиры должны быть на тех, кто двигает вперед культуру, архитектуру, науку, а не тех, кто складывает кирпичи. Понятно. Спасибо. Спасибо, Юрий Борисович. Вот нет у нас Гауди. Может, собственных нефтонов. Ну, да. Или кто? Шехтель у нас? А у нас кто на Гауди может претендовать? Ну, не уверен, что надо искать собственного Гауди в каждой стране. Вот. Но, во-первых, я бы сказал, что и город сам по себе рассматривался вот в минувшие там 15 лет, прежде всего, как инструмент или способ извлечения прибыли, дохода. Вот. И архитектура была, прежде всего, потребительской. Да. Это в основном коммерческое строительство, ориентированное на потребление. Поэтому неизбежна ориентация на, значит, вкус такой усредненный. Знаете, вот Ревзин в свое время очень так забавно писал, вот, вкус Юрия Михайловича такой простой, позднесоветский такой прораб. Что у людей висело на стенах? Ну, людей на стенах висела, скажем, репродукция, там, «Утро в сосновом лесу», «Три богатыря». Вот. Отсюда берется весь псевдоисторизм. Давайте сделаем, как в истории. Что еще у людей висело на стенах? Висела грузинская чеканка в 70-е, 80-е годы. И отсюда берется его любовь к церетели. Собственно, и та же самая грузинская чеканка, которая, так сказать, возведена до масштаба фундаментального искусства. Ну, с этим трудно поспорить. Давайте еще раз послушаем наших слушателей. 65, 10, 99, 6. Нравится ли вам Лужковская архитектура? Что вы по ее поводу думаете? Роман, слушаем вас. Добрый день. Недавно я слышал интервью Кустурица, кинорежиссера, который приезжал на московский кинофестиваль, кажется, в прошлом году. И он отозвался о московской архитектуре следующим образом. Москву строил пьяный кондитер. Это множество всевозможных форм, одних стилей, других стилей. Мне это нравится. Я москвич, родился в Москве. Мне нравится, что есть и утилитарные районы, спальные, которые представляют собой исключительно, ну, сомнительную архитектурную ценность. Но мне они тоже нравятся. У них есть своеобразие. Мне нравятся центральные районы, которые порвочные, классические, которые как пособняки старского времени оставшиеся. Вот. Что мне хочется? Что мне хочется? Мне хочется, чтобы самобытность районов сохранялась. То есть, если хочется что-то переделывать, стройте новые районы так, как вы себе это представляете. Да, вот точечная застройка, вот точечную застройку я не приемлю, потому что это полностью рушит шарм района. Это ощущение каких-то годов. Если ты приезжаешь в район Черемушки, видишь эти ряды пятиэтажек, в них тоже что-то есть. Когда приезжаешь на Ленинский проспект, имею в виду ближе к области, да, это свой дух у района. Ну да, да, да. Постройки пятых годов, это вот такие вот, что-то вроде... Ну понятно, да, да, Роман. Ну ясно, то есть дух района такой, как бы, пытаться сохранить. И главное, присесть точечную стойку, вот, это, думаю, самое плохое, что может быть, это то, что уже есть, в некую общую стилистику выносить какие-то моменты, которые вообще даже не предполагались в то время. Понятно. Спасибо, Роман. Позвольте пару слов. Мне кажется, это интересное мнение. В прошлом году, когда я преподавал в Институте Стрелка, значит, в студии, в нашей под руководством известного архитектора Рема Колхаса, мы занимались как раз вопросами сохранения исторического и культурного наследия. И одно из исследований, которые делали студенты, ставило такой парадоксальный вопрос. А от сегодняшнего, сегодняшнюю архитектуру можем ли мы с честь наследием? Да, будет ли она через, там, 15, 20, 30, 50 лет наследием? Ведь очевидно, что постепенно памятниками становятся здания, которые никто при их, как бы, моментах строительства никто не предполагал как нечто ценное. Да, промышленные здания, например, чисто утилитарные и так далее. В категорию наследия входят все больше и больше разных сооружений. Вот, и мы попробовали понять, а из сегодняшней архитектуры, значит, что может быть, что может быть ценным? Вот, и один из ответов тот, что может быть. Эти здания являются не столько даже памятниками архитектуры, сколько памятниками эпохи. Да, то есть они отражают, да, удивительную, уникальную, неповторимую эпоху именно в своем, если хотите, безобразии, да, или в своем, в своей такой, в своем странном облике. Ну, это, вы знаете, мне кажется, немножко такой красивый звучит, но уход от ответа. Эйфелева башня — это и памятник архитектуры, и памятник эпохи, как ее критиковали. А вот действительно такой вопрос интересный. Вот, и Максима тоже я призываю. Давайте подумаем, а что, собственно, останется от последнего 20-летия, что может войти в историческое наследие, предположим, на уровне 2050 или, там, 2090 года? Ну, архитектура же вообще долго живет. Вот, это ее главная, иногда, как бы, самая печальная особенность, поскольку то, что построено, проживет как минимум 50 лет, а то 100, 200. Ну, панельные-то дома, они закладывались на меньший, по-моему, да, срок. Да, 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 но вот сейчас хрущевки, сколько у них было изначально, 25? Ну, 25, да, простояли они почти 50. Ну, 50, да, да, а панельные дома тоже ведь скоро, наверное, уже истекают. Ну, обрати внимание, да, значит, вот сейчас вдруг неожиданно оказалось, что недалек тот день, когда будет снесена последняя пятиэтажная хрущевка. И вот эта последняя хрущевка неожиданно оказывается памятником. Значит, мы обсуждаем, надо сохранить новые черемушки, да, потом, ну, вот первые, первые кварталы, да, потому что скоро этого не будет вовсе. Значит, давайте вообразим, что, значит, идея мэра снести все киоски реализовалась, и вот остался последний киоск на Митрово-Бабовскинском или где-то. Да, 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 да. Я, собственно, помню, вот у вас же среди проектов «Стрелки» был вот этот вот замечательный проект про Беляево, там один из студентов делал, он предложил внести район Беляево, в котором я родился и вырос, сделать его объектом ЮНЕСКО, да, значит, внести вот там три или четыре квартала, по-моему, вокруг Митрово, с одной стороны профсоюза и с другой стороны. Значит, сделать его охраняемым среда, значит, среда, в которой существовала московская интеллигенция 70-х годов. Там, например, Пригов жил. Да, совершенно верно, да. Живут, до сих пор живут много ученых, в том числе гуманитариев. Ну да, юго-запад такой он культурный. Ну да, но там суть этого проекта, извини, была именно в том, что рассматривать, рассмотреть Беляево как объект нематериального наследия. Есть такая у ЮНЕСКО категория наследия нематериальная. Вот, при том, что это совершенно типовая среда и типовая застройка, но благодаря присутствию там Пригова, значит, и других представителей... Да, бульдозерная выставка там была. Да, бульдозерные выставки, значит, представителей московского концептуализма. Мы сделали предположение, что именно это делает Беляеву уникальным, потому что мы нашли много соответствий в московском концептуализме и среде, значит, новостроек 70-х годов. Да, Леонозову можно, там Леонозовская школа, опять же, была, говоря о концептуализме. Бараки, Рабина там оставить. Рабинский барак уже, значит, не уцелел. Вот, но можно, наверное, его построить. Опыт есть. Давайте еще раз послушаем о наших слушателей 65, 10, 99 и 6. Нравится ли вам лужковская архитектура? Георгий на линии. Алло. Да, добрый вечер. Добрый вечер. Вы знаете, вот вы затронули системный подход к Москве, которого, естественно, не было. Вот, и было чудовищное строительство во времена Лужкова. Но надо системно рассматривать не только вот, а как Москву системное воплощение, что в России творилось. То есть разруха в России и в Москву набегает вот это вот все. Люди бегут в Москву, понимаете, какой? И Москва отображение всех вот страшных процессов, которые творились в России. Понятно, понятно. Спасибо, Георгий. Вы согласны с такой? Абсолютно, да. Здесь очень точно подмечено. Вернемся к теме Москва и... Ну, Москва и Россия. Москва и Россия. Ведь действительно, значит, в России население сокращается, в Москве оно стабильно растет. Да, значит, производство в Москве, ну, и как бы инвестиции в Москве тоже прирастают. Поэтому, по всей вероятности, рост Москвы так или иначе неизбежен, поскольку она является единственным мегаполисом нашей страны и вообще, ну, как бы целого огромного региона. Да, то есть до Пекина почти ничего. Вот. И в этом смысле, таком, что ли, геополитическом, я бы рассмотрел вот приращение, гигантское приращение территории города, которое только раздувает этот огромный пузырь. Так, если вообразить, что вот эта вся территория со временем будет заселена так же, как территория Москвы сейчас, да, то это уже будет почти 30-миллионная агломерация, которая станет, ну, это будет уже треть. Масштаб Токио. Да, треть населения Кагамы. Давайте еще один звонок возьмем, прежде чем уйти на небольшую паузу. Владимир на линии. Здравствуйте. Здравствуйте, да. Вы понимаете, я не знаю насчет Лусповской архитектуры и в чем она заключается. Дело в том, что брались типовые панели, разработанные еще при Хрущеве, можно сказать, и из них лепились там, ну, сначала пятиэтажечки, а потом дальше и вот эти вот высотные дома. Причем лепились они как попало, лишь бы место найти называется. У меня вот здесь вот, я в Нагадино живу, значит, тут построили домик, значит, встык к соседнему дому, тем самым закрыв часть окна части жителей, к примеру. Понимаете, вот вам архитектура. То есть никакой архитектуры не было. А в отношении пятиэтажек, я хочу сказать, вот там выступали люди, да, значит, вы знаете, может быть, есть смысл сохранить одну пятиэтажку на всю Москву, как архитектурную ценность. Вот, а в остальном их нужно сносить все. Понятно. Ясно. Спасибо, Владимир. Ну, вот, да, такая точка зрения на панельные дома, которые, ну, тоже, конечно, да, я думаю, можно переосмыслить, в каком степени это является, в какой степени это является культурным наследием и что из них нужно оставить. Уйдем на небольшой перерыв. Совершенно верно. 6510996. Звоните нам и скажите, как вы относитесь к лужковской архитектуре. Украшает ли она Москву? Любите ли вы Москву такой, какой она стала за последние 20 лет? Говорим об этом сегодня в нашей студии археологической с ведущим моим по понедельникам Максимом Трудолюбовым, редактором отдела комментариев газеты «Ведомости» и наш сегодняшний гость – это Никита Токарев, директор Московской архитектурной школы. 6510996. Любите ли вы лужковскую архитектуру? А вот, кстати, поступил вопрос от Юрия на сайт. Можете нам писать на сайт finam.fm. Как очистить город от ужасов Церетели? Ой, трудно сказать. Они немалого размера, весят, дай боже. Тут активно жестикулируют у нас за стеклом в студии, режиссеры показывают, как они их будут рубить и валить. Никита, смотрите, вот если серьезно, конечно, отдельные издания – это проблема заказчиков, ну и, возможно, некой политики, которую можно, наверное, установить, но которую, наверное, трудно установить. Пусть строят каждый в миру свои испорченности, это, наверное, трудно влиять. Но вот что уже важно, мне кажется, для Москвы, поскольку ее как среду уже спасти, наверное, невозможно, а все-таки как город, ну, хотелось бы, да, поскольку нам здесь жить. Реально ли все-таки, учитывая, что вряд ли у нас будет когда-нибудь уже сталинизм, да, когда есть начальник, он сказал, прорубил проспект, другой проспект, да, вот такое вряд ли возможно, поскольку такое вряд ли будет, есть ли, учитывая, вот, как бы, то, что мы все-таки живем в полудемократическом, полуавторитарном каком-то странном, значит, обществе, возможности спасти Москву как город? И что для этого нужно сделать? Ну, я думаю, что возможности есть. Первое, значит, да, необходимо наличие политической воли, желание сделать именно это, не заработать там еще миллиарды на строительстве, значит, новых коммерческих площадей. Второе, что очень существенно, у Москвы есть деньги, да, то есть бюджет города, да, сравним с бюджетом всей остальной страны. То есть есть из чего, как бы, из чего строить. Вот, то есть если эти деньги пустить, пустить на дело, вот, то многое, многое можно добиться. Вот, возможно, что-то, вот, насколько я понимаю, в Токио было 70-е годы, да, может быть, даже начали с 60-х годов, они переориентировали город, сделали его чуть менее центричным, насколько я понимаю, мне вот объясняли коллеги японцы, что они сделали город многоцентричным. Это была одна из составляющих программы по разгрузке города, поскольку Токио просто удобный пример, поскольку, как и Москва, это город, состоящий из множества концентрических кругов вокруг одного центра. Вот, нечто подобное по масштабу в Москве возможно, и что для этого? Полицентризм, да. Ну, идея эта, надо сказать, была заложена еще генпланом 74-го года. Вот, она слабо реализовалась, прежде всего по транспортным причинам, значит, не были реализованы хордовые магистрали, которые идут не через центр, да, а идут как бы по касательной. Вот, но я думаю, что прежде всего, с чего надо было бы начать, это все-таки с выработки внятной градостроительной концепции. Вот, вот, чего, собственно, нет, и чего был абсолютно лишен последний генеральный план, да, который с таким, значит, трудом и мучениями принимали еще полтора года назад. Вот, сейчас он абсолютно перестал, утратил всякую актуальность. Вот, к сожалению, концепции в нем нет. И та форма генерального плана, которая градостроительным кодексом сейчас нам предписана, она фактически, ну, является такими правилами игры, ну, как правила дорожного движения. Правила дорожного движения не говорят о целях нашей поездки. Но не дорожной картой. Да, значит, куда ехать, это, как бы, опять же, правила дорожного движения не дают ответа, да, сколько едут автомобилей в том или ином направлении. Вот, и вот здесь нужно вырабатывать, нужно вырабатывать все-таки видение, концепцию, каким мы хотим видеть город. А кто это должен делать? Это новый архитектор, как раз, должен делать? Ну, нет, конечно, это не может сделать один человек. Вот, и вот здесь как раз роль главного архитектора существенна. Значит, что за человек или что за... Какие функции будут у этого департамента? Значит, мне кажется, что решать такую сложнейшую проблему или глубокую проблему, которые мы имеем в Москве, может только большой экспертный совет, да, из, скажем, ведущих мировых градостроителей. Вот, и как раз, не знаю, как может выглядеть этот орган и как он работает, но, на мой взгляд, если делать, как бы, все по уму, вот, то основной задачей, вот, планировочного ведомства городского, да, департамента архитектуры и градостроительства, это, как раз, связь, да, с вот этим экспертным-экспертным сообществом, экспертным советом. Никита, а у вас какое стратегическое видение? Вот как вы видите Москву, вот если бы вы были в этом экспертном совете, если бы вы были именно с точки зрения градостроителя? Ну, я бы сказал, что я бы уж точно не стал приращивать к Москве еще полторы ее территории, потому что проблемы города существующего это приращение никак не решает, а скорее отвлекает силы внимания, значит, от того, что происходит здесь и сейчас. Вот, и я бы думал о том, каким образом интенсифицировать жизнь внутри, внутри существующих границ, ведь не секрет, например, что от 15 до 25 процентов территории Москвы заняты промышленными предприятиями, которые не работают, да, вот ресурс земли внутри города, причем эти земли, да, эти территории обеспечены инфраструктурой, там есть электричество, газ, вода, все, чего нужно, да, обеспечены транспортом, поскольку это внутри города, конечно, их нелегко освоить, потому что надо вывести предприятие, это хлопотное дело, построить в лесу под Троицком новый район гораздо легче. Ну да, а потом за каждый из этих участков либо идет борьба, либо она, безусловно, развернется, поскольку здесь мы выходим на территорию, значит, институциональной ситуации, и мы сразу же не можем, так сказать, не вспомнить, в какой стране мы живем, и мы знаем, что по многим из этих участков, на этих, значит, заводов, на которых ничего не построено, да, там уже, значит, они поменяли по 3-4 собственника, некоторые из которых либо сидят, либо вообще уже не с нами, то есть эта чудовищная, значит, вот дележка, которая еще началась в 90-е годы, она, по сути, и не закончилась, вот в это упирается, кажется. Ну, есть все-таки, да, какие-то, мне кажется, вот, скажем, завод ЗИЛ, по-моему, довольно интересная концепция развития, я видел альтернативные планы, там, вот, кстати, там и кампус нашей высшей школы экономики собираются располагать, то есть какие-то подвижки в этом направлении есть, вплоть до Нагатинской поймы, откуда звонил, да, один из наших участников. Ну, дай-то бог, но, к сожалению, я пока, может быть, я недостаточно информирован, недостаточно знаю, пока я, к сожалению, не вижу целостной концепции, вот что меня беспокоит. То есть отдельные территории, отдельные участки можно решать лучше, хуже, но до той поры пока не будет ясных приоритетов, чего же мы хотим. Развить автомобильный транспорт или общественный, пускать автомобили в центр или не пускать, ну, и так далее. Развиваться в области, развиваться, значит, там, внутрь. Вот. До этого я боюсь, что мы не будем иметь результата. И, к сожалению, как события развиваются на сегодняшний день, к сожалению, к этой концепции мы не приближаемся. Да, потому что, ну, вот это решение расширения Москвы было принято абсолютно без малейших консультаций с какими-то не было экспертами. Ну, насколько я понимаю, оно так тихо саботируется. Там, по-моему, никто не торопится его конкретизировать. Оно как повисло в воздухе. Не торопится. Хотя административная работа идет. Там, значит, создаются новые префектуры, новый, значит, этот самый административный округ, там новая полиция, ну и так далее. Там какие-то кабинеты распределяются. Я понимаю, никто из депутатов, кроме ЛДПР Жириновского, не хотят туда переезжать. Вообще, это забавная история в том смысле, что вот децентрализация в физическом буквальном смысле власти в России всегда как-то связана с некоторыми покушениями на либерализацию вообще в государстве. Вот, и эта вот история с аппендицитом к Москве, она, это такое как бы некоторое, ну, по-моему, это как такая пародия на попытку децентрализации взять, попытаться, значит, Кремль и Белый дом, ну и вот Госдуму, значит, перенести физически, переместить этих людей куда-то из центра, да, тем самым нарушив вот эту привычную, традиционную их... Моноцентричность. Да, да. И такие попытки делались, да, была идея, да, опять-таки на уровне идей при Хрущеве, и как бы хрущевская эпоха, это тоже, это советская, значит, советская попытка некоторой либерализации, да. Это вот то, что Паперное называет «Культура-1», да, вот это расширение. Как даже еще, помните, 20-е была эта знаменитая парабола Ладовского, да? Абсолютно верно, да. Вынести Москву, город Москва-Петербург. Да, нарушить, как бы разорвать этот самый, ну, как сказать, моноцентричность Москвы, концентричность, вывести ее на линейное развитие. Ну, в самой этой идее я не вижу ничего худого, и она, она... Нет, правильно, это было бы возможно, да, перенести их, они просто не хотят, судя по всему, и поскольку у нас опять обратно из условной либерализации опять сейчас, кажется, происходит условная авторитаризация, да? Словная репрессия. Это, значит, эпоха реакции, да, у нас наступает опять. Термидор. То, естественно, ожидать, что все только наоборот еще больше переедут в Кремль и там запрутся. Еще глубже окопаются, да. Ну, там, на самом деле, так и происходит. Там же реконструируется, не помню, по-моему, 14-й корпус это называется. Ну, вот здание, которое рядом с Сенатом, значит, построено Рербергом, который вроде не памятник, и там должно оно расшириться, углубиться, и, значит, поселить еще массу народу. За забор, опять же, да, Максим, который вокруг администрации президента на Новой площади. Так что, в действительности, скорее всего, пока, я думаю, что пока Путин, в действительности будет скорее централизация, потому что это, естественно, и для него, и для его ближайших коллег. 6510-99,6. Телефон студийный прямого эфира. Звоните нам и скажите о вашем отношении к Лужковской архитектуре. Леонид Налине. Дождался. Добрый вечер. Добрый вечер. Вы знаете, я несколько другую точку зрения выскажу. Мне пришлось как-то, я математик, программист системный, как-то поработать с Игла ФАПУ в какие-то годы. Уже много лет прошло с тех пор. Но у меня есть представление Игла, как у коренного москвича, представление о том, что происходит. Дело в том, что концепция у Лужкова была. Но нравственная ориентация этой концепции была, ну, для меня отвратительно, неприятно. У нас подчинена вся концепция была именно этой вот нравственной ориентации. То есть сегодня концепции нет потому, что не выявлена нравственная ориентация элиты. А что они на самом деле хотят? Они в некоторой растерянности. При Лужкове все было понятно. Не буду глубоко уходить, и вы это понимаете. Слушатели понимают, что происходило. И этой нравственной ориентацией была подчинена вся такая вот, ну, рабские, подчиняющиеся ей вот эта вот элита архитектурная. Вот что изволить, то и будем делать. Речь идет не о каких-то разумных алгоритмах, о какой-то системе архитектурной. Потому что есть какие-то нравственные такие вот векторы, для которых вообще никакой разумной алгоритм создать невозможно. Абсолютно неправда, что в предыдущие 2-3 года не были высказаны существенные мнения о расширении Москвы. Я, например, говорил о том, что это категорически нельзя делать, потому что теряется управляемость громадного города. Он увеличивается, и проблемы управляемости, просто неуправляемости, они нарастают, они уменьшаются. Тем не менее, десятки так называемых докторов-наук-экономистов и этим козыряли власти, наоборот, побуждали это сделать. Понятно. Извините, у нас совсем немного времени в эфире. Спасибо большое за ваш взгляд, особенно с точки зрения системного программиста, об управляемости. И вот, вы знаете, у нас еще один звонок. Есть бывший чиновник-городостроитель Алексей Павлович на линии. Слушаем вас. Здравствуйте. Значит, что я хотел сказать по поводу архитектуры. На коротке, поскольку время истекает, да, действительно, с эклектикой. Едешь, допустим, по Ломановскому проспекту, смотришь, ага, район Шуваловский, где-то видел Кутузовский или улицы Горького. Да. Пользуюсь старыми названиями, поскольку москвич. Вот. Что же касается насчет присоединения новых территорий, поскольку я все время участвовал в разработке еще в 80-х годах прошлого века генерального плана Москвы и Московской области, я помню, с каким трудом мы выбивали эти несчастные 10 тысяч гектаров за МКАДом, там, где сейчас у нас Косино, Зулебино, Митино и так далее, вот эти вот новые присоединенные территории. Но ведь этому предшествовала довольно серьезная работа, так же, как и по генплану Москвы и Московской области объединенных, потому что, действительно, Московская агломерация серьезный район, так сказать, со своими очень сложными градостроительными проблемами. На сегодняшний день вот этот Павлиний хвост, который вытянулся, на мой взгляд, так сказать, он только усугубит проблемы Москвы, потому что абсолютно не принималось в расчеты, как-то не просчитывалось никаких экономических оснований, концепций не было ни по развитию социальной, ни по развитию инженерно-транспортной структуры. То есть такая вот скособоченная, совершенно планировочная структура, в корне разбивающая исторически сложившуюся радиально-кольцевую планировочную структуру Москвы. Хотя там и есть свои проблемы, но мы как-то их пытались рисовать, там, хордами и так далее и тому подобное. Вот. А что же касается уж напоследок, на сайте, роли главного архитектора, еще в советские времена ходила такая шутка, кто главный архитектор Москвы? Первый секретарь МГК КПС. Так что я прекрасно понимаю Александра Кузьмина, который видит все творящиеся безобразия, особенно с последним присоединением, пошел за лучшее наставить этот пост, чтобы не нести моральную хотя бы ответственность за то, что тут будет твориться на сегодняшний день. Думаю, что ему, преемнику, не позавидуясь, так сказать, что там будет происходить. Главный архитектор Москвы не архитектурный хозяин Москвы. А так вообще, как говорил Николай Васильевич Гоголь, архитектура – это застывшая музыка. У нас такая музыка звучит, когда я смотрю в окно своей квартиры, на этой сити нашей ужасной, которая забила все архитектурные доминанты. Вот это наша архитектурная музыка. Спасибо, спасибо, Алексей Павлович. Такой, значит, глаз бывшего градостроителя. Хотя бывших градостроителей, я думаю, не бывает, судя по тому, как он профессионально сейчас все это оценивает. Ну да, собственно, подводя итог нашей передачи. Вы знаете, один, может быть, вопрос я хотел бы задать. А вообще в Москве нужно новое жилищное строительство? Я думаю, что одна из больших проблем – вот то, что сейчас Собянин решает, вот эти вот огромные, так сказать, миллионы-миллионы ввода новых квадратных метров. Глядя на многие европейские города, я вижу, что какой-то вводится мораторий, что какое-то идет разумное самоограничение. Ну, здесь вопрос упирается в то, а будет ли приток увеличения населения? То есть, если он будет, а он по всей вероятности будет продолжаться, то вопрос жилья неизбежно будет вставать. Москва как воронка, да, то есть нужно, чтобы Москва перестала быть такой воронкой, тогда и вопрос жилья будет решаться по-другому. Если бы удалось каким-то образом развивать другие территории, другие центры России, которые могли бы на себя оттягивать, значит, тех людей, которые сейчас стремятся только в Москву, то, может быть, и рост Москвы бы приостановился, и здесь бы стало, ну, как бы, несколько легче. Это давление постоянное могло бы ослабнуть, но вряд ли в ближайшие годы это произойдет. Ну что ж, наше время в эфире, к сожалению, подошло к концу. Не знаю, в заключение, как это вспомнили тут Гоголя, вспомнили Грибоедова, пожар способствовал немного к украшению, так, оставить, Лужков способствовал немного к украшению. Или Бродского про бомбардировщик. А, у Курбезье-то общая с Люфтваффой, что оба постарались от души, а у нас у Церетели-то общая с Люфтваффой, что много постарались от души. Да, Максим, точно. Ну, вы знаете, вот, Максим так, по-моему, немножко более пессимистично, чем я, смотрит на проблему о том, что вот спасти Москву уже невозможно, что вот город разрушен, осталась агломерация. Не знаю, вот я как раз в этом смысле пожар способствует многок украшению, потому что для меня Москва все-таки это незаконченный текст, это какой-то полимпсест, это такой удивительный город, отличающийся и от европейских городов, и от Петербурга, тем, что вот там слой на слой на слой постоянно разрушается и постоянно прорастает что-то новое. Вот, и вот в этом тексте, в том, что произошло за последние 20 лет, много, конечно, уродливого, город неудобный для жизни. Но я не знаю, я все-таки по-прежнему, вот как один из наших звонивших, говорил, люблю Москву, люблю ее разные районы, даже пускай обезображены лужковскими интервенциями и точечными застройками. Ну что ж, благодарим мы с Максимом нашего гостя, Никиту Токарева, директора Московской архитектурной школы. Это была программа «Археология», соведущие Максим Трудолюбов и Сергей Медведев. За режиссерским пультом был Иван Куприянов, продюсер программы «Элина Буцкая», и я, ваш верный археолог Сергей Медведев. Слышимся на «Волнах Финам.ФМ» завтра. Слышимся на «Волнах Финам».